Доброе утро. Птички поют, солнышко светит, небо прекрасного голубого цвета. У нас сегодня по прогнозу плюс двадцать два, целый день солнышко, безоблачная погода. В общем, сегодня у нас тепло. Вроде наши стояли. Мы пришли, я Польку оставила и пошла в очереди. В очереди оставила и пошла. Увидела девчонок, знакомых, повеселела. Ага, наши стоят. Не самые последние пришли. Ага, тоже хорошо. Отлично. В общем, побежала в школу. Хорошая погода. Прекрасная. Солнышко. Небо чистое. Я буду стоять ждать свой автобус. А вы берегите себя. Увидимся с вами. Скоро. Пока-пока. Всем привет. Отработала, отзанималась и бегу за Полинкой в школу. На английском ничего такой не самый скучный урок был. У нас начинается тема безопасность на воде. Изучаем термины слова, понятия. И до этого у нас такой как один урок был. Тема там рассказать, спросить дорогу. Там поверни направо, там поверни налево, там через дорогу, перед там зданием еще чем-то. Ну, в принципе, тоже как бы нужно. Клиентов было не очень много в миграционном центре. Те бы сказала, практически вообще не было. И около четырех. Наверное, может, чуть раньше я ушла. Хочу забрать Полинку и поехать с ней в полопарк. У нас лето. Двадцать три градуса. Тепло. Ветер какой-то. Он не холодный, но не очень приятный. Вот что где-то летит. Сиреника пахнет. Белая. Вот такой рядочком людей. Ну, собственно, все, все дела у нас. Ничего нового. Завтра четверг по 7 недель английского, а потом наконец-то пятница можно не ехать. Как-то я, честно, подустала, подгрустила и поднадоела мне уже заниматься. Ой, смотрите, кто сидит. Завичка. Трошки перепуганный. Нечего рассказывать. Никаких новостей. У меня сегодня была клиентка. И если так вкратце рассказать. В общем, зашел разговор за номинацию, там за федеральный этап. А я говорю, вы получили номинацию? Она да. Я говорю, как долго вы ждали? Она говорит, два с половиной месяца. Я говорю, подождите, а куда вы подавались? Она в феврале этого года. Мне, говорит, повезло. Подружка получилась за полтора месяца. Я, говорит, за два с половиной подавались в феврале этого года. И вот очень быстро. Я говорю, круто, потому что люди сейчас ждут и по девять, и по двенадцать месяцев только номинацию. Она говорит, да. Говорит, не знаю, от чего это зависит, но нам действительно очень повезло. Они работают на каком-то работе. То есть никакая там Классная, крутая профессия, которая там, выборка именно была по этой спецпрофессии, специальности профессии, и получили с подругой в один день номинацию. Рады и счастливы люди, я за них тоже рада, что вот так вот у них всё быстро получилось. Молодцы. Можно продолжать верить в чудо. Верить, надеяться, что ты тоже, может быть, быстро получишь номинацию, вообще когда-нибудь на неё подашься, что про нас. Пошла, я заберу Полинку, может, поснимаю, что она там да как, и поедем, поедем в полупарк, съездим. Привет. Как прошёл у тебя день? Хорошо? А что ты в школе делала? Что делала? В джим ходила. В джим ходила? И что ты там делала? Играть. Что делала? Играла? Я. А в школе что делала? Писала почти всю страницу. Писала? Ага. Почти всю страницу про пчёл написала. Круто! А где ты текст брала? А? Где ты текст брала? Нет. Так а как ты писала? Ну, сама. Придумывала? Да. Ты писательница у меня? Нет. Круто. Я почти дописала. Тебе времени не хватило? Мне не хватило, но мне уже хватило. Почти дописала страницу или почти дописала рассказ? Почти дописала страницу. Ничего себе ты крутяк. Молодец. А меня научишь писать? Дописала рассказ. Меня научишь писать? Ну, досуги. Ну, я не очень хорошо умею. Ты мне покажешь? На нашем. Что-что? На нашем. Ну, на нашем, да. А на английском? Не очень. Я читаю. Когда побольше стану. А, побольше станешь? Ты же меня говорить научишь тогда, да? Когда побольше станешь. Нет. Классно. Молодец. 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 Мы идем в шорты. Да, идем переодевать шорты и поедем ж таки в полу-парк. Вышли, кое-что замерзло. Давай, доставай ключ. Пока у нас там еще автобус дает возможность переодеть штаны, переоденем и поедем. Увидимся. Мы с Полькой справились, поделали дела в полу-парке, поели кренделек и приехали на площадку. Пол восьмого, может, еще полчасика здесь погуляем и пойдем домой. Мама, поехали на площадку, поехали. Тут Полькина подружка была и есть. Так что мы пока здесь и поедем домой. Солнышко такое, лето прям, лето. Классная погода. Ветер такой, скажешь, он холодный, но он есть. Такой не очень. Но все равно на улице тепло. 23 градуса, почти 8 вечера и все еще тепло. Не знаю, что будет завтра, не смотрела прогноз погоды. Не хочется Польку расстраивать, что завтра может быть холодно. Но... Как-то так. Хотели ли я на тот автобус? Нужно так нос блестит. Вроде посмотрела. Смотрю, 66-й должен быть, ну, как-то вот чуть-чуть позже. На 5 минут позже, думаю. Мы поедем, который до бассейна. Что-то мне запомнило, что это 74-й. Ну, мы с Полья сели и едем. Я смотрю, что он не повернул. Думала, наверное, следующий поворот не повернет. И потом я сижу, я вспоминаю, что это 74-й. Он идет на Икею туда, в общем, прямо. Он не поворачивает туда, куда нужно нам. Но мы вовремя. Вспомнила я вовремя. И мы вышли и подождали следующего автобуса. Ну, пришлось подождать, в общем, того автобуса, который мы, собственно, ждать не захотели. 66-й, но он еще и опоздал. В общем, выходим, а Полья говорит, мам, а я же думаю, а что 74-й? Я говорю, Полья, какой? Она говорит, 78-й. Я говорю, ты я же сейчас понимаю, что 78-й. Говорит, что ты мне не сказала? Ну, что ты не спросила? Мама, что ты, что мы прям все 74-й? А я тебе сказала, сейчас я проверю. Нет, Полья, ты не права. Ты ошиблась. Или, ой, Полья, да, ты права. Мы не на тот автобус. Сейчас посмотрим другой. Она говорит, да я не знаю. Я, говорит, что-то так вот не сказала. Ну, короче. Вот так вот мы поставили там еще возле суперстора на остановке. И приехали на площадку. Мы уже в суперстору доехали быстро, потому что он там на всех остановках останавливался. Доехали быстро. Нормально. Хоть лицо позагорать. Тепло хорошо. Где моя рыбка? Гуляет. В общем, будем мы гулять. Я вам желаю тоже такого хорошего, теплого, мирного дня. Берегите себя. Увидимся. Пока-пока. Понял-пока, às Pauline. Тоже веще.